Спонсор программы «Элита» – старейшая ветеринарная клиника доктора Широнова. Полный спектр ветеринарных услуг для ваших питомцев, современное оборудование, широкий ассортимент медицинских препаратов. Ждем вас в будни с 9 утра до 9 вечера, выходные с 9 до 18 часов, в экстренных случаях круглосуточно. Субтитры создавал DimaTorzok У нас была примерно где-то в 13-м году. Мы с мужем ездили на выставку. Ну, случайно так интересно было. Она была в Сокольниках. И мы поехали посмотреть и увидели, какие красивые, какие богатые собаки. У нас привлекло первое, что они спокойные, они не агрессивные, они ласковые, они очень любят детей. Так как у нас двое детей и ожидались внуки, то мы первым наперед думали, ну как они будут к нам приходить, и собаки нет. К детям они очень ласковые, очень. И они очень хорошие охранники. Они днем могут спать, отдыхать, а ночью они охраняют территорию, даже не подходи. У них даже лай, ну, по-разному бывает. Спокойный, громкий, агрессивный. Вот если агрессивный, это значит уже где-то неприятель идет. Надо охранять. Соваться на территорию, охраняемую тибетскими мастифами, с недобрыми намерениями, желаний нет. Хотя для домочадцев эти великаны – ласковые компаньоны. Конечно, при правильном воспитании. Малышам с самых первых недель нужно объяснять, что можно, а что нельзя делать. Даже приучать к расческе собаку лучше всего с молодых когтей. Тогда у подровшего пса не возникнет вопросов к хозяину в момент расчесывания гривы. Мы на дрессуру не ездили, мы сами ими занимались. То есть команда сидеть, стоять, стойку их ставили, зубы показывали, давали многим подходить к ним, чтобы они не боялись никого. Ну, спокойно к ним подходят, спокойно гладят. Так вот, ну, конечно, несколько уроков у хендлера взяли, чтобы как правильно выставить на ринге собаку, как правильно ей заниматься. У Ирины не первая собака, и многие заводчики считают, что тибетский мастиф не для собаководов-новичков. Говорят, мастиф очень тонко чувствует атмосферу в семье. При нем не стоит выяснять отношения и тем более в грубой форме ругать собаку. Хотя иногда хозяину может казаться, что пес слишком самостоятельен в решениях. Конечно, это собаки для участка. И могу сказать, что они не вольерные. Ну, кто-то их и приучает к вольеру, наши нет. Наши свободно бегают по участку. Но, разумеется, если кто-то приходит, мы их скрываем вольер, они сидят. Если уже люди пришли не первый раз, они не боятся, то они у нас просто бегают по участку. В здоровье этих великанов есть тонкие места. Одно из них – дисплазия суставов. Причина следственной связи заболевания неясным. Собакам, от которых планируют получать потомство, делают тесты на дисплазию. У нас есть свой ветеринарный врач Катя, который нам очень помогает при выращивании наших трех собак. Она их знает с самого-самого раннего детства. И, конечно, надо обращать внимание на рекомендации заводчиков. Они все-таки опытные, они знают, как правильно кормить щенка, как его вырастить, какие витамины надо давать, каким кормом кормить. Конечно, я и со своими заводчиками консультируюсь тоже. Выбор питомца – дело ответственное. Его выращивание и воспитание – не менее сложное занятие. Но все преодолимо, если порода выбрана по душе и в соответствии с вашими возможностями. Удачного вам собаководства! Снежная зима. С одной стороны, возможность насладиться белым, чистым, пушистым снегом. С другой стороны, сугробы несут опасность для четвероногих питомцев. Чаще всего собаки страдают, такие как молосы, собаки выше 50 килограмм. Большие крупные грузные лабрадоры, лабаи и так далее. Мы поговорим о разрыве передней крестообразной связки. Зачастую, к сожалению, владельцы не знают о таких проблемах непосредственно со своими животными. Ну, похромала собачка, и в общем-то, ладно, не обратились к врачу. Потом опять похромала. И так дело может затянуться до полугода. Поэтому мой совет, если вы пробежались по большим сугробам с вашей огромной собакой, побегали на лыжах, пришли и видите, что ваша собачка хромает, непосредственно обратитесь к хирургу, к травматологу. Существует несколько диагностических тестов при разрыве передней крестообразной связки. Что это такое? Это связочка, которая непосредственно держит колено. Она разрывается, и, соответственно, здесь существует дисциплилизация. То есть колено начинает ходить в разные стороны. Если эту проблему не решить в ближайшее время, неделю, две, грубо говоря, не привести, не восстановить эту связку обратно, то зачастую дальше начинаются проблемы. Сустав начинает стереться друг от друга, и надкосник начинает расти. За счет этого собака просто перестает ходить нормально на эту лапу. Ей мешает выросшая вновь надкосница. В дальнейшем эта собака будет просто инвалидом. Такие собаки достаточно терпеливы сами по темпераменту. Это не маленькие йогкширские терьеры, которые будут показывать своим хозяевам боль непосредственно. Эти собаки похромали, ну и вроде все замечательно, все хорошо. Потом хозяин посмотрел, ну подумаешь, вывих под вывих, ничего страшного, второй раз похромало. И зачастую вот это все дело затягивается, поэтому непосредственно лучше обратиться к врачу. Отдельный разговор о щенках. Обеспечить безопасный выгул в снежную зиму – задача владельца. Желательно, чтобы их выгул был почищен и не ходить с ними по сугробам. Да, они должны ходить. Не значит, что должны щенки лечь, лежать в снегах и все. Нет, щенки должны ходить, развиваться активно. Но все-таки дорога должна быть хорошо вычищена для них. Именно отдельная площадка, если это крупные собаки, в общем-то, на отдельной площадке гулять и не допускать вот это гуляние по сугробам. В случае, если вас что-то тревожит в здоровье вашего питомца, обращайтесь ко врачу. Например, в клинику доктора Шурунова, что находится в Сергиевом посаде на улице Кооперативной в доме 41. Кооперативной в доме 41. Кооперативной в доме 41.